Здравствуйте! В эфире воскресная программа «Итоги недели» и я ее ведущий Амир Кедрасов. На неделе в Уфе прошел второй форум малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС. На форуме Кумертау был представлен как перспективная площадка для развития бизнеса. Такие горизонты открываются с получением Кумертау статуса ТОСАР. Сейчас проходят последние согласования в федеральном центре и до конца года, как прогнозируют многие, будет подписан соответствующий указ. О перспективах города мнение экспертов в нашем первом материале из Уфы. Почти тысяча участников из 34 регионов России и 15 стран объединил в Уфе второй форум малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС. Представители органов власти, главы регионов, руководители предприятий и эксперты собрались для обсуждений и разработки реальных мер, которые могли бы послужить для более тесной связи и развития малого бизнеса на территориях, где проживает почти половина населения мира. Понимание проблем малого бизнеса есть на всех уровнях. Уфимская площадка стала центром притяжения идей и успешных методик развития бизнеса. Вполне очевидно, что только малый и средний бизнес на сегодняшний день могут обеспечить динамичное развитие страны. Я часто встречаюсь с крупным бизнесом, обсуждаем с ними разные вопросы, в том числе налогообложение, развитие. Редко, когда крупного бизнесмена услышат, что мы готовы построить новое производство, мы готовы построить новые предприятия. В редчайшем случае такого рода сентенции звучат из уст крупных предпринимателей. Малый бизнес очень активен. С каждым, с кем бы я ни встречался, из малых бизнесменов, приходится обсуждать либо вопросы стройки, либо вопросы развития, получения финансовых ресурсов. Это говорит о том, что сообщество живет, дышит по-настоящему. И перед собой участники этого процесса строительства малого и среднего бизнеса видят большие задачи и видят далеко открывающиеся горизонты. Колоссальное количество активных, креативных, думающих, мыслящих людей объединяет малый и средний бизнес. И, конечно, задача власти всех уровней создавать условия. Не препятствовать, как минимум, как максимум, стараться помогать. Примером создания подобных условий в Башкирии является наш город. Кумертау был представлен на форуме как «Башкирский офшор» — территория, где будут действовать налоговые льготы для инвесторов. Условия простые и прозрачные. В течение первого года инвестору нужно создать не менее 20 новых рабочих мест и вложить не менее 5 миллионов рублей инвестиций. Взамен государство обнуляет ставки налога на землю и на имущество, понижает налог на прибыль и страховые взносы. Наладить связь с потенциальными инвесторами, выгодно презентовать башкирский офшор на международной арене, поможет соглашение, подписанное в рамках форума между ТПП, Администрацией города и Агентством по развитию территорий. Мы специально на этой площадке подписали это соглашение для того, чтобы уже начать практическую реализацию нашего соглашения, а именно информирование бизнеса сообщества об уникальности и условиях ведения бизнеса в городе Кумертау. И мы надеемся, что в течение реализации этого соглашения мы еще не один раз встретимся, мы будем мониторить ход его реализации и я думаю, что будет обязательно практический результат. Первые положительные результаты презентации города не заставили себя долго ждать. К нашей площадке потянулись представители малого и среднего бизнеса и стран-участниц ШОС и БРИКС. Не только налоговые преференции интересны бизнесу, но немаловажное и выгодное географическое положение города. Подкупает и тот факт, что вскоре вблизи Кумертау пройдет международная автомагистраль. Сегодня мы встречались с нашими китайскими партнерами и рассказывали им о создании в городе Кумертау индивидуального парка Воротыновский по системе Гринфилд, на который они могут открыть свое производство. Сегодня мы просто обменялись визитками, это было первое знакомство, первые впечатления. Впечатления они очень были хорошими. Я надеюсь, что через какой-то период времени мы с ними завяжемся, потому что мы сейчас больше всех заинтересованы в этом вопросе. Опыт города Кумертау по привлечению средств из фонда развития моногородов для развития инфраструктуры для будущих производств и реальные действия для получения статуса ТОСАР подлежат изучению и являются примером для других малых моногородов нашей страны. Главный секрет успеха, как считают в правительстве региона, большое желание диверсифицировать экономику города и пробивная мощь главы администрации Кумертау. Руководитель у вас достаточно активный, прагматичный и у него очень много шансов, чтобы вы в своем развитии, в экономическом развитии сдвинулись значительно вперед, нежели это было в прошлых периодах. Поэтому я воспринимаю это как очень удачная работа, активная работа. Я надеюсь, что все получится. Уверенность в завтрашнем дне появляется и у местных предпринимателей. В этом году на поддержку и становление малого и среднего предпринимательства было выделено порядка 100 миллионов рублей. Благодаря финансовой поддержке Кумертаусы открывают новые предприятия, развивают существующий бизнес. В перспективе создания до 300 новых рабочих мест. Такого эффекта ожидает городская администрация от принятых мер поддержки в текущем году. При распределении средств поддержки ставки были сделаны на инновации и оригинальные идеи. Ведь, как показывает практика, только бизнес-инициативы с заделом на будущее оказываются конкурентоспособными. На самом деле, вы правильно заметили, что сегодня выигрывают те люди, которые предлагают оригинальные идеи и умеют их находить. Потому что то, что было, скажем, 10-15 лет назад, когда люди ездили с большими сумками на рынок в Лужники, везли сюда и здесь перепродавали и считались успешными. Сегодня это время ушло, сегодня такой человек уже не считается успешным. Успешно это те люди, которые находят какие-то оригинальные идеи, и в этой оригинальной идее они себя реализуют. Так называемая стратегия голубых океанов. Когда у тебя нет конкурентов, но ты делаешь что-то новое, то, что никто до тебя не делал, и все смотрят и думают, как же я так сам не догадался. Казалось бы, это же просто. А вот люди взяли и придумали. Распрощаться с монопрофильностью города и уйти от зависимости работы одного крупного производства в стране пытаются сотни городов. Реальные действия предпринимают единицы. Кумертау в авангарде этого движения. Десятки поездок в федеральный центр, консультации и обучение управленческой команды дают результаты. Введена в эксплуатацию первая очередь маслоэкстракционного завода. Есть намерение разместить в городе крупное производство по пошиву спецодежды, а также по выпуску кондитерских изделий и десяток других мелких производств. Кумертау делает большие шаги к успеху. В город идут инвесторы, город ставят в пример. Как подтверждение, большой интерес и внимание к Кумертау на международном форуме в Уфе. Авер Кедрасов, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис», Уфа. В администрации городского округа состоялся конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела инвестиций и инноваций. Напомню, прежний руководитель отдела Аделия Валитова с 17 октября назначена на должность линейного менеджера в фонде развития моногродов, что говорит о высоком профессионализме управленцев из Кумертау. На вакантную должность претендовало три кандидата. Кто из них прошел конкурсный отбор, знает наш корреспондент. Это второй этап конкурса на замещение вакантной должности начальника отдела инвестиций и инноваций. Он проходит в форме собеседования. Председателем конкурсной комиссии является глава администрации Борис Беляев. Он отметил, что все претенденты соответствуют квалификационным требованиям и своевременно представили необходимый пакет документов. Согласно положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности, информация была размещена на сайте администрации городского округа и в газете «Кумертауское время». Требования, предъявляемые кандидатам, наличие высшего образования, стажа государственной или муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет. Все кандидаты, которые подали документы, соответствуют предъявленным требованиям. На собеседовании члены комиссии могли оценить уровень профессиональных навыков и знания претендентов. Вопросы касались законодательства о муниципальной службе, функции и задачи отдела инвестиций и инноваций, а также в целом инвестиционной политики в городе. Кроме этого, кандидатам было предложено озвучить свои предложения по улучшению работы. Среди претендентов Ирина Ковалева. Она является специалистом данного отдела. Принять участие в конкурсе я решила по той причине, потому что для меня, в принципе, интересна эта работа. Работа заключается в том, чтобы привлекать извне потенциальных инвесторов в город Кумертау. Ирина Ковалева стала победителем конкурса. 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В этот день в Кумертау состоялось открытие обновленного клуба для людей с нарушением слуха. Теперь здесь встречи будут проходить в более комфортных условиях. На торжественном мероприятии были постоянные посетители клуба, представители администрации, люди, которые стояли у истоков создания этого общества. В их мире царит тишина. Но это люди, которые очень тонко чувствуют окружающую действительность. Речь о тех, кто страдает нарушением слуха. 3 декабря, созданное 60 лет назад, общество глухонемых праздновало свое второе рождение. Поздравить участников клуба с этим знаменательным событием пришли гости. В том числе глава администрации Борис Беляев, его заместители, руководители строительных организаций, которые провели ремонт. За короткие сроки здесь заменены окна, межкомнатные двери, электропородка, произведен ремонт стен, потолка, полов, установлены новые световые приборы, закуплена мебель. Сегодня я хочу поблагодарить от вашего имени наших коллег, которые отремонтировали это помещение и создали вам прекраснейшие условия для того, чтобы вы собирались здесь все вместе. Все вместе и были просто дружны друг с другом. От администрации приобретены настольные игры и телевизор. Кстати, за новостями они могут следить, не обращаясь к сортопереводчику, побегущей строге. Сегодня очень символично, что в День инвалидов, в тот день, когда мы привлекаем внимание к этой категории населения, к их проблемам, мы открыли обновленный клуб глухонемых в нашем городе. Это действительно очень особая чувствительная категория людей, и это стало возможным только благодаря и инициативе клуба, и огромной поддержке лично главы администрации городского округа Бориса Владимировича Беляева и всех предприятий, которые откликнулись на нашу просьбу помочь этим людям. Инициаторами создания в Кумерта общества для глухонемых еще в 50-х годах прошлого века были Степан и Мария Гусаровы. Сегодня среди гостей их дочь Таисия Калюжная. После родителей она была руководителем общества. Когда в 50-м году мы приехали сюда и жили по Комсомольской 29, тогда никаких красных уголков не было. Был наш просто дом, вот финский домик, где сейчас построена шестая школа. Все глухонемые собирались у нас в дому, в нашем дому приходили. На сегодня общество насчитывает 83 человека. Каждую субботу и воскресенье участники клуба собираются, общаются, намечают планы, делятся впечатлениями. Для того, чтобы их услышали, с ними работает сурдопереводчик. Это человек, который должен пропускать через себя их проблемы и просьбы. И вот уже более 30 лет Раиля Ахметова словно ниточкой связывает глухих с остальным миром. Мы даже слов не можем находить. У нас радостный день сегодня. Здесь мы в клубе будем свои проблемы решать. Какие у кого что, какой вопрос. Мы на неделю, как говорится, приходим. Суббота и воскресенье на неделю составляем планы. С кем куда-то больницу сходить. Кому куда надо сходить. Налоговать там. Какие вопросы, какие проблемы. Все мы начинаем от клуба. На встречу в клуб приезжают и люди из близлежащих городов и районов, говорит Раиля Акадимовна. Теперь гостей здесь будут встречать в уютном помещении. В завершении торжественного мероприятия было снято общее фото. Международный день инвалидов. Эта дата направлена на привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Защиту их прав и интересов. К этой дате в нашем городе было приурочено ряд мероприятий, в том числе круглые столы, встречи, спортивные состязания. Еще одной возможностью для общения инвалидов стал концерт. О творчестве и таланте людей, сильных духом, в нашем материале далее. Концертную программу открыл лауреат всероссийских, международных и республиканских конкурсов Виктор Ларин. Многие годы он радует горожан виртуозной игрой на рояле. Программа посвящена Международному дню инвалидов. В действительности это день сильных, целеустремленных людей. Людей, умеющих ценить жизнь. Они добиваются успеха во многих областях, в том числе и в творчестве. Ежегодно 3 декабря инвалиды и их семьи собираются вместе делиться успехами и показывают свои достижения горожанам. Умельцы показывают свои последние работы рукоделие. Так и на этот раз в фойе Дворца культуры угольщиков, где проходило мероприятие, были развернуты выставки картин, вязаных изделий, вышивки. Свои работы каждый год представляет и Зубайда Сулейманова. Очень прекрасно. Мы этот день каждый год справляем хорошо. У нас Нина Ларина всегда справляет, а мы поддерживаем. Здесь же каждый мог проконсультироваться по различным вопросам у специалистов служб города. Обращения к граждан принимали Пенсионный фонд управления труда и социальной защиты населения, Центр занятости и многие другие. Я здесь в целях консультации для повышения грамотности среди молодежи по пенсионному обеспечению. Кто к нам обращается, с удовольствием рассказываем. Ну а в программе концерта приняли участие ансамбли и сольные исполнители города. На сцене, наряду с профессиональными коллективами, выступали и сами инвалиды. Ограничения здоровья никак не помешали им исполнить на скрипке, любимые мелодии из кинофильмов, спеть песни на русском и башкирском языках. Петь я люблю с детства, говорит одна из участниц программы Зифа Амирова. Я раньше и в фестивали ездила, с ансамблем башкирским и с инвалидами. Места хорошие занимала, подарки. Мне нравится петь детям, моя мечта детства. Зрители, пришедшие на концерт, а также сами участники мероприятия, получили много удовольствий и положительных эмоций от концерта. На неделе в детской библиотеке прошло мероприятие под названием «Как встречают Новый год дети всех земных широт». Подобная игровая программа организовывается ежегодно для маленьких любителей книг. Поучаствовать в развлекательно-игровом мероприятии пригласили детей в возрасте от 6 до 12 лет. Из многодетных семей, ребят, находящихся под опекой, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Это не простые читатели, это ребята с ограниченными возможностями здоровья, но у них не ограничен познавательный интерес. Они очень любознательные, очень добрые, очень открытые. И это особенно важно для таких ребят прийти в библиотеку. И сейчас все готовятся к празднику. Я думаю, что и эти ребятки не исключение. Это долгожданный праздник для всех, и для взрослых, и детей. В том, что маленькие гости являются постоянными читателями библиотеки, мы смогли убедиться сами. В ответ на вопрос о любимой книге дети легко вспоминали героев из прочитанных произведений. Вот «Непоседа», у меня их две книжки. Ну, про «Непоседу», который сидел. «Шаблон», «Заготовка». Ну, он смешной, у него разноцветная одежда. Маленьким гостям мероприятия было предложено поучаствовать в викторинах, показать, хорошо ли они знают героев детских книг и мультфильмов. О ведущей мероприятии рассказали и множество интересных фактов о новогодних традициях в других странах. Кроме того, ребят угостили необычным тортом. Когда вы этот кусочек возьмете, он открывается, он необычный, а внутри что-то есть. Нужно достать, посмотреть. В каждом кусочке торта было спрятано новогоднее пожелание, но в виде изображения. Означение рисунков детям расшифровали сотрудники библиотеки. После маленьким гостям предложили поиграть в игру саба, по условиям которой требовалось сбить шаром несколько кеглей. Какие тебе понравились игры больше саба? Ну, вот эти, где шарики надо было вывивать. В библиотеку я уже не первый раз хочу участвовать. И, конечно же, для всех присутствующих прозвучали музыкальные композиции в исполнении талантливых маленьких читателей из библиотеки. Далее ребятам предстояло справиться с нелегкой задачей. С закрытыми глазами собрать изображение Деда Мороза из нескольких фрагментов. Участники мероприятия справились с этим заданием почти идеально. Гостями в библиотеке также стали педагоги из Центра юных техников ИКАР. Они пришли не с пустыми руками, а принесли детям заготовки новогодних масок, дав возможность каждому из присутствующих сделать самостоятельно симпатичную поделку. Вот это продавливается ручкой, которая не пишется, или вот так ножничками, согнутыми ножничками, вот так продавливаем все эти места, которые у нас, линии сгиба. Вот это называется линия сгиба. Она плоская у нас сейчас, да? А нужно сделать ее вот такую, чтобы она была объемная. Сделанные маски дети, конечно же, спешили примерить и показать своим мамам, а также продемонстрировали нашей съемочной группе, объяснив, почему именно выбрали маску какого-то определенного сказочного героя. Потому что, ну, мне такая нравится, потому что, знаете, ну, погоди, вот я и хочу. А почему заяц? Потому что руку всегда не везет. Впечатления от игровой программы у всех остались только положительные. Дети с удовольствием принимали участие во всех веселых заданиях. Первый раз тут очень понравилось, ребенок доволен, спасибо большое, хотащие бы таких мероприятий. Нам очень нравится, они довольны, видите, заняты. Одна маленькая пока еще ждет помощи, но эти уже вовсю работают, все хорошо. В рамках мероприятия также прошло награждение участницы республиканского конкурса творчества «Поверь в себя». Алина Мухаммедьярова была поощрена дипломом лауреата и памятным призом за творческую работу «Моя любимая сказка». 2 декабря прошел творческий вечер музыканта и певца Антона Лученко. Антон – человек особенный. Несмотря на проблемы со здоровьем, с детства увлекается музыкой. Играет на флейте, балалайке, гитаре и синтезаторе. Пишет музыку. В этот вечер он исполнил свои любимые песни из репертуара Юрия Антонова и советских фильмов. Про таких людей говорят «Человек-оркестр». В Центральной городской библиотеке состоялся творческий вечер молодого певца и музыканта Антона Лученко. Он играет на музыкальных инструментах, пишет стихи и музыку, сам же является исполнителем. При этом сложно сказать, что он является человеком с ограниченными физическими возможностями. Поддержать самодеятельного артиста пришли близкие, друзья, почитатели его творчества. В этот день в программе были любимые многими эстрадные произведения. В основном песни Юрия Антонова и песни из советских фильмов. Это не первый сольный концерт Антона. И ко второму серьезному выступлению он готовился с большим волнением. Тем не менее, всех своих гостей он принимал в хорошем настроении. «Настроение прекрасное, бодрое, отличное. Чувствую себя прекрасно, прекрасная атмосфера. И я очень счастлив, что уже второй раз делаю свою сольную программу». Антон в библиотеке – постоянный читатель. Более того, он является активным деятелем клуба молодых поэтов и писателей. О нем здесь отзываются как об инициативном и талантливом человеке. «Это особенный человек. Он очень добрый, очень сильный духом. И очень, и очень талантливый. И мне нравится, что он не опускается, не опускает руки, а развивается, старается быть лучше. И какие-то находки творческие у него есть. Вот сегодня мы посидели на концерте, убедились в том, что он действительно растет». Антон играет на многих музыкальных инструментах – на синтезаторе, балалайке, гитаре, флейте. Причем на всех инструментах он научился играть сам. «Конечно, было сложно, – говорит музыкант. Еще и потому, что он левша. Но он справился». «Первый инструмент у меня была балалайка, когда мне было где-то лет 10. И, в общем, так же вот освоил балалайку, в общем, бренчу левый, а гриф правый. Вот так и пошло со временем. Но так же лет 14 не было. Так же и гитару тоже освоил. Так же бренчу левый, а гриф правый. Вот так вот и пошло». Среди зрителей в этот день был и папа. Павел Семенович говорит, что у них в семье много творческих людей. «У нас с детства такой был любитель музыки. Ну, в принципе, есть у кого. У нас, по крайней мере, с маминой стороны дед, царство, как говорится, небесное. Любитель на балалайке играть, музыканты все. Ну, а с моей стороны у нас то же самое, что у меня отец, дедушка его играл и на гитаре, и на баяне. Ну, и я сам прошел путь, как говорится, музыкальный. У нас, в принципе, все помаленько какое-то отношение к музыке имели. Но, глядя всего на это, он у нас с детства уже к музыке был приучен. Не забуду-ка, не забуду-ка, в сказке я живу как будто, и тебя не забуду-ка, не забуду никогда. Концерт состоялся. Он подарил зрителям яркие эмоции и хорошее настроение. «Танцуй для себя. Если кто-то понимает хорошо, если нет, неважно. Продолжай делать то, что любишь». Это слова известного хореографа Луиса Хорста. Так, 2 декабря в Центре детского творчества для себя и зрителей выступала танцевальная студия «Радуга». Все подробности смотрите далее. С такой позитивной ноты начался отчетный концерт танцевальной студии «Радуга». Это мероприятие в этом году для коллектива особенное. Они празднуют свой юбилей 5 лет. На протяжении этого времени в танцевальную студию записалось и постоянно занимаются около 200 детей. Здесь две группы дошкольников малышей и семь групп с 1 по 11 класс. Детки у меня самые лучшие, самые замечательные. Самое главное, хочется сказать огромное спасибо всем родителям. За понимание, за поддержку, за терпение, за их переживания в моменты, когда дети находятся на сцене. Ну и в общем за 5 лет у меня эмоций очень много, конечно. Кто занимается 5 лет, кто только начал. Но для всех это безусловно праздник. И юбилей не только у детей, но и у их родителей, которые на протяжении всего времени поддерживают коллектив. Мы очень рады, конечно, присутствовать, быть частью этого концерта. Наш ребенок посещает уже второй год этот кружок. Поэтому мы очень рады. Мы очень рады, что наш ребенок с удовольствием ходит. Поэтому мы очень благодарны за это нашему педагогу, хореографу Елене Николаевне. В зале поддержать своих детей пришли их родители, бабушки, дедушки и просто любители танцевального искусства. Благоприятная атмосфера царила в зале. Но за кулисами чувствовалось напряжение у артистов. У меня волнительное предчувствие, потому что сегодня ответственный день. И много народу собирается. И если я ошибусь, это будет стыдно. С праздником пришли поздравить и творческие объединения Центра детского творчества. Студия оригинального жанра «Тайм-степ» и танцевальная студия «Искорки». Не только со сцены звучали поздравления танцевальному коллективу, но и за кулисами руководителя и детей поздравляли с юбилеем. Поздравляем всех участников этого концерта с праздником, с их первым юбилеем. Желаем всем крепкого здоровья, успехов в их нелегком труде. И желаем здоровья Елене Николаевне и, как говорится, успехов в ее работе. Пять лет – это действительно достижение. Коллектив за это время добился больших успехов, на которых останавливаться не собирается. Коммертау состоялся региональный фестиваль молодежной популярной музыки и танца «Путь к успеху». Основными задачами фестиваля являются развитие молодежного вокального и хореографического искусства, выявление талантливой молодежи. На сцене филиала «РЦНТ Дуслых» блистали настоящие звездочки. Региональный конкурс «Путь к успеху» собрал десятки участников из городов и районов республики. Здесь свое мастерство показывали солисты, вокальные и хореографические коллективы различных направлений и стилей. Многие лауреаты и победители различного уровня творческих состязаний не в первый раз принимают участие в данном конкурсе образцовый хореографический ансамбль современного танца «Шоу-балет «Шарм». Руководители коллектива Людмила Загородного и Яна Качкурова каждый раз удивляют зрителей и жюри новыми постановками. На этот конкурс «Путь к успеху» мы уже не в первый раз приезжаем. Привозили мы старшие группы, они у нас выпустились, уже танцуют где-то, дальше пошли учиться. Кто-то уже работает, это старшая группа у нас. Привезли мы в двух номинациях, танцуем четыре танца. Надеемся, конечно же, на успех. Прекрасное название конкурса и мы тоже надеемся на успех и победу в этом конкурсе. За кулисами некоторые волнения перед выходом. Для участников, конечно, важно получить высокие баллы экспертов. Но даже если не получится выиграть конкурс, это тоже определенный опыт, говорят участники. У нас образцовый хореографический коллектив «Эксклюзив». Мы занимаемся практически пять лет. Бывали в разных городах и есть награды. Например, в Кумертау два года назад мы заняли третье место, в Стерлибашево второе, потом в Стерлидамаке второе два раза было, и у нас в Красносольске первые места. От этого конкурса мы ожидаем высоких побед и, ну, как мотивации какой-то, чтобы участвовать в следующих и больших и крупных мероприятиях. Где еще выступали? Мы выступаем в региональных конкурсах, занимаем первые, вторые, третьи места. Знакомство с ребятами из других коллективов, из других городов. Это опыт какой-то. Ну, мы сами становимся сплоченными, и, ну, не знаю, нам нравится выступать, и сами любим заниматься этим. В составе экспертной комиссии – ведущие деятели культуры и искусства республики. Всего им предстояло просмотреть более 30 выступлений. Согласно положению фестиваля, вокальные и хореографические коллективы исполнили по два номера. Для участников конкурс стал площадкой для обмена творческими достижениями. Начало строительства лыжероллерной трассы, пожалуй, можно назвать одним из важных событий этого года. Проект прошел государственную экспертизу. На сегодняшний день строители уже завершают работы, запланированные на текущий год. Еще в середине ноября внимание жителей города привлекли строительные работы на территории лыжного стадиона. Тяжелая техника начала корчевание порослей и готовить грунт для будущей лыжероллерной трассы. Работой ведет предприятие «Транспортник». Начать строительство стало возможным после получения положительного заключения государственной экспертизы. Планируется, что здесь будет несколько маршрутов для лыжников. Общей протяженностью трассы более 4 километров. Также сюда входит благоустройство тропы здоровья, подготовка подъездных путей, освещение и строительство комплекса. Стоимость проекта чуть более 104 миллионов рублей. На начальный этап работ средства выделены из городского бюджета. Остальные предстоит найти путем привлечения инвесторов, отметили в администрации. Глава администрации вынес предложение выделить 5 миллионов денег из бюджета для того, чтобы начать это строительство. Вы понимаете, что такое 104 миллиона и 5 миллионов – это очень маленькая доля. Для города она существенная. Депутаты поддержали. Поэтому эти деньги были выделены. За счет производства конкурсных процедур мы выбрали подрядчика. Наш подрядчик, Кумерталовский. И приступили к работе. Были некоторые нюансы согласования проекта со всеми службами. Все эти нюансы мы прошли. И сейчас, как видим, работы уже ведутся. В этом году мы должны освоить полностью все эти 5 миллионов. Включает сюда подготовка трассы. Это порядка, в этом году чуть больше километра. Будет произведена срезка грунта, перемещение грунта. Попадает, конечно, под этот вид работ еще и где-то поросли, где-то выкорчевка пней. Начатые работы будут завершены, заверили в администрации. Ну а в этом году, уже в декабре, здесь планируется проведение республиканских соревнований по лыжным гонкам. Ну вот, пожалуй, основное спортивное событие этой недели. В Кумертау проходят учебно-тренировочные сборы сборной России по мотогонкам на льду. Тренируются мотоциклисты на базе мотоклуба «Сапсан» и стадиона «Шахтер». Со спортсменами встретился мой коллега Константин Меркушев. Возле входа по номерам автомобилей можно было изучать географию не только нашей страны, но и международной. Образование такого масштабного автопарка – это в связи с тренировочными сборами мотоциклетного спорта. Кумертау уже в третий год подряд принимает подобные мероприятия. Проходит. Сборная России приехала. Мы работаем, и что? Трудности? Где? Везде трудности. С техникой. Сегодня погода все испортила нам. Мы были давно готовы. Кроме российских спортсменов, на сборы приехали иностранцы. В их числе мотогонщики из Швеции и Германии. Они с удовольствием посещают наш город. Конечно, рад сюда приезжать, потому что я здесь тренируюсь перед своим сезоном. Здесь хорошие условия для соревнований. Лед всегда, мороз и лучшие гонщики мира. Все знают о русских суровых морозах, но даже этот факт не отпугивает иностранных мотогонщиков. Очень холодно бывает, потому что мы выходим на лед всего на несколько минут. Так что я справляюсь. Ничего страшного. Я не люблю холодную зиму, но выхожу на трек на две минуты. Поэтому не успеваю замерзать. Иностранные спортсмены после тренировочных сборов отправятся на международные соревнования. Что касается наших соотечественников, то они после кумерталовских сборов уедут на полуфинальные всероссийские соревнования, которые будут проходить в четырех городах – Нефтекамске, Уфе, Тольятти и Каменск-Уральском. После чего сильнейшие мотогонщики встретятся в финале, где и будут известны сильнейшие спортсмены мотоциклетного спорта. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В клубе «Лохимы» состоялись открытые соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и дартсу среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Все подробности в следующем материале. В эти дни в клубе «Лохимы» особенно многолюдно. Это говорит о многом. В первую очередь о том, что общественная организация сумела заинтересовать людей вести активный образ жизни. В течение года здесь устраиваются праздники, встречи, организованные занятия в залах. Как итог проведения спортивных состязаний. Так и на этот раз накануне Международного дня инвалидов состоялся турнир по нескольким направлениям. Участников 25 человек. По словам инструктора по спорту Нины Лариной, цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, выявление сильнейших спортсменов, ну и, конечно, общение. «Заевки у нас подали 25 человек. Да, это много, это хорошо, это хороший результат, мы очень довольны. Потому что готовились, пришло бы мало, было бы обидно. Погода вот какая мы уже думали, что придется переносить, а оказывается, все-таки соревнования состоялись». Состязания шли на трех площадках. Одни показывали свои умения в дартс, другие в игре нарды. Надо отметить, что данная игра здесь также очень популярна. Поэтому было решено провести клубные соревнования. Игра требует логического мышления и внимания. Поэтому здесь царит абсолютная тишина. Более оживленно проходят соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Каждому участнику казалось, что он попал точно в цель. Однако сделать это на расстоянии в 6 метров оказалось не так-то просто. Кто-то набрал заветные очки, другие стреляли мимо. Но это не главное, говорят участники состязаний. Сами занятия спортом дают многое, да и немаловажно общение. Есть даже те, кто именно здесь нашел своего спутника жизни, как, например, Нина Мамина. Сегодня за нее пришли поболеть дочурка и муж. «Знаете, все важно в этот момент. Очень приятные встречи, очень душе приятны. И результаты очень важны, потому что мы стремимся все-таки повышать свою физическую способность, улучшать, тренируемся. Но вот мы, например, лично для меня это все-таки больше встречи. Потому что в данный момент я воспитываю детишек, постоянно не хожу, только изредка. И поэтому для меня очень важна радость встреч, людей улыбок, ну и поучаствовать тоже. Лично для меня вот так вот. И ребенка своего, чтобы это показать, что все-таки не одна мама так вот чем-то занимается, общается, люди ее принимают, воспринимают, какое-то дело есть. Очень важно тоже, чтобы ребенок видел, что я в обществе, в активе каком-то. Впервые участвует соревнование Светлана Самородова, поэтому она немного волнуется. Конечно, общение это очень важно, потому что мы друг друга поддерживаем, чем-то делимся. Ну, а самое главное победит дружба. Неважно, какие были результаты состязания. Главное, что люди с ограниченными возможностями здоровья показывают пример жизнелюбия. Это люди, которые научились ценить каждый миг своей жизни. Что ж, это была последняя информация. Выпуск удачного начала новой рабочей недели. И до встречи на телеканале АРИС.